Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава пророка Михея в рамках проекта «Экзегет». Я читаю свой собственный перевод и его комментирую. Шестая глава после пятой смотрится немножко неожиданно. В пятой говорилось о победе Израиля над прочими народами. И казалось бы, ну на этом можно закончить книгу «Триумф». Наши победили. Ура, ура, ура. В шестой главе говорится о том, что все-таки претензии есть. То ли Михей перепрыгивает с одной темы на другую, это в пророческих книгах часто бывает. Сначала про триумф, потом про претензии. То ли он говорит, что даже военный триумф не избавляет от сущностных вопросов. Если вы победили, не значит, что все отныне хорошо. Если настал 45-й год, не значит, что в стране нет внутренних проблем и противоречий. Но он не расписывает здесь, или мы не знаем, даже были ли одновременно эти пророчества произнесены, очень может быть что нет, не расписывает здесь, какое отношение имеет пятая глава с ее триумфом к шестой, с ее, скажем так, претензиями к Израилю. Но она очень ярко интересная. Давайте ее прочитаем. Шестая глава Михея. «Слушай, что Господь говорит, вставай на суд с горами, пусть холмы твой голос слышат». Слушайте, Господи, слушайте горы, Господень суд, внимайте основания земли. Опять, как во многих других случаях, Михея и Исаия, на которого он очень похож, обращаются не к одному Израилю, обращаются ко всему народу, и здесь даже ко всему мирозданию. Горы и холмы должны участвовать в этом суде в качестве зрителей, свидетелей. Суд у Господа с его народом, с Израилем он спорит. «Мой народ, что я сделал тебе? Чем утомил тебя? Ответь мне. Тем, что вывел тебя из Египта, из дома рабства искупил и отправил пред тобой Моисея, Арон и Мариам». Арон – брат Моисея, который стал первосвященником, Мариам – его сестра. Вот о чем можно спросить грешный народ? Почему вы так себя ведете? Как вам не стыдно? Как вам не совестно? Он об этом говорит довольно много. Ну, может быть, не так много, как другие. И мы читали там Амосы, Оси и разных других пророков. Но Мехии задается таким очень острым и горячим вопросом. «Мой народ, что я сделал тебе?» говорит Господь. То есть, все то, что делает Израиль, понимается как личное оскорбление. Мы часто видим, ну, в книге Осии, например, что язычество понимается как измена Богу. Измена – это оскорбление своего супруга, своего любимого. Отказ от него, как бы. А вот здесь даже еще глубже. Здесь даже не говорится, вы там свалами мне изменяете. Здесь говорится, вы меня за что-то не любите. За что? Давайте вспомним. И он начинает перечислять историю. Смотрите, история отношений – это вообще очень важно. В человеческих отношениях тоже. Есть люди, с которыми меня ничего не связывает. Но и я волен выбирать, как к ним относиться. Есть люди, которым я должен быть безмерно благодарен. И я уже не могу их ненавидеть. Просто потому, что они очень много для меня сделали. Я перед ними в неоплатном долгу. Я думаю, у каждого такие люди есть. И вот Господь напоминает об истории отношений с израильским народом. Своих отношений. Он вывел его из Египта. Это было плохо. Он сделал их свободными. И дальше он перечисляет очень кратко врагов, которых Израиль разбил. Тот далеко не всех. Вот как раз, когда этот исход состоялся. «Вспомни замысел Вала, царя Муава, как ответил ему Валаам с Эмбиора, и путь твоего от Шитима до Гилгала, как познал ты праведны Господни дела». То есть вспомни, что ты, собственно, стал народом Израиля только потому, что я тебя им сделал. Только потому, что я вывел тебя из рабства и дал победить врагов по пути в обетованную землю. И дальше ответ. «С чем же предстану я пред Господом? Как поклонюсь Вышнему Богу?» Ну, нормальный ответ в такой ситуации. «Ой, что-то плохо получилось. Вот прогневался он на нас. Так, надо срочно что-то делать. Надо исправлять ситуацию. Извиняться». «Как поклонюсь Вышнему Богу? Предстану перед ним со всесожжениями, принесу жертву годовалых тельцов. Всесожжение – наиболее полная жертва, когда животное сжигается целиком». Да, не часть его, но целое животное. Годовалые тельцы – это ценность, это дорогая жертва. То есть, да, наверное. «Понравятся ли Господу тысячи баранов, десятки тысяч потоков елеев?» Это уже не то, что даже всесожжение, это какие-то, ну, немыслимые жертвы, тысячи. Да, елеев, масло оливковое, которое тоже использовалось в жертвоприношении. То есть, вот прям все отдам. «Может, отдам первенцев жертву за преступление, плод моего чрева за грех моей души?» «У языческих народов, у многих, был этот обычай приносить в жертву своих собственных детей, причем первенцев, как самых любимых и дорогих». Вот божество языческое такое, жестокое, злое, оно… Ну, вот, наверное, будет довольны, если отдать ему самое-самое родное, близкое и ценное. И, кстати, в Библии есть история, 22 глава Бытия, где Авраам готов принести своего сына Исаака, своего любимого сына, в жертву, когда ему говорит об этом Господь. Но Богу это не нужно, он всего лишь проверяет готовность Авраама, да, а самой жертвы не требует. Вот, то есть, религия древности сосредоточена на жертве, на том, что человек отдает Богу свое имущество, свое достояние и, прежде всего, отдает жизнь своих животных, потому что это не просто ценность, но с жизнью связано еще представление о грехе. Кровь, она же жизнь, это есть то, что, как бы, служит платой за грех. Вот человек согрешил, и он должен умереть, но вместо себя он отдает на смерть какое-то животное. Ну, так вот, наверное, надо принести какую-то огромную жертву. «Сказано же тебе, человек, что есть добро и чего ждет от тебя Господь. Поступать справедливо, хранить верность, смиренно ходить пред Богом твоим». Хранить верность, может быть, по отношению к Богу, но и одновременно по отношению к человеку. А вообще слово «верность» здесь можно перевести и как «милость». Там еврейское слово «хесед», которое сочетает два этих элемента. Но верность имеется в виду деятельная, которая не просто абстрактно, а вот выражается в поступках. А милость имеется в виду не случайно, милость, ты не копеечку подал, а имеется в виду милость как линия поведения, да, то есть когда человек старается всегда поступать определенным образом по отношению к Богу или к другим людям. Вот, собственно, и все. Не жертвы, а справедливость. Вот эта самая милосердная верность или верное милосердие, и смирение перед Богом – все. Жертвы здесь вообще играют только внешнюю какую-то роль. «Голос Господень взывает городу, и кто мудр, устрашится имени его». Ну, то есть, понятно, да, встретиться с ним. Даже вот в оригинале еврейском увидят имя, хотя имя очень трудно увидеть. «Подчиняйтесь же злу и тому, кто его утвердил». Не очень понятно, что здесь есть, и вообще тут такой немножко испорченный текст. Но если брать тот период, который я выбрал, «Подчиняйтесь же злу и тому, кто его утвердил», это некоторое требование лояльности царю, да, тому, который, собственно, вот как жезл Бога в народе правит. «Есть еще в нечестивом доме сокровище нечестия и мерзость уменьшенная мера». Ну, тут такой вопрос, который можно представить себе, такой провокационный вопрос. Вот, да, у вас там что, у вас еще вот это нечестие сохраняется в какой-то маленькой степени, да, вот как это все? И дальше уточняется, чист ли человек, с лживыми весами, с обманными гирями в сумме, то есть тот, кто обвешивает покупателя. Вновь и вновь Михей переходит к всеми социальных отношений, да, что нельзя договориться с Богом, если ты угнетаешь слабого, обманываешь бедного, нищего. «Богачи твои насилием полны, обитатели твои обман бормочут, ложь на уста их ложится. Потому поражу тебя болезнью, опустошу тебя за грехи. Будешь есть, да не насытишься, будет внутри тебя пустота. Отложишь, да не сбережешь, а что сберег, то я придам мечу». Вот это замечательная метафора «ешь, да не насытишься». Ну, конечно, это нереально в мире материальном, да, если есть, довольно быстро насыщаешься. А вот речь идет про такой голод, ну, здесь может быть голод денег, славы, власти, которые человек не может утолить. Вот он сколько не ест, а все ему мало. И если он что-то сберегает, сохраняет, то это все отдано мечу, то есть завоевателям. «Ты посеешь, а жать не будешь, урожай не соберешь. Раздавишь маслиное масло, мне умастишься. Выжмешь виноград, а вина не выпьешь». То есть вот труды, которые ни к чему не приводят, на чем основано вот это стремление к богатству и прочему. К тому, что человек хочет потреблять, хочет получить результаты. Вот здесь ты даже потрудишься, но потребление не выйдет. Следующий обычай – умри всем делам дома Ахава. Это один из самых нечестивых царей, который умри или в синодальном переводе Амврий, наследник Ахава, такого же примерно царя, который в северном царстве. Ну вот иудеи вроде бы к ним не причастны, но на самом деле идет по их путям. То есть дело не в том, кто из какой династии физически, а в том, кто как себя ведет. «Поступаешь по замыслам их так, что я предам тебя разрушению, обитателей твоих издевкам, и понесешь ты позор народа». А вот после всего этого ободрения в предыдущей главе, что победа будет за Израилем, оказывается, что перед этим все-таки будет поражение. А может быть это не до и не после, может быть это просто два состояния, когда конечный триумф за Богом, и этот триумф, он имеет прямое отношение к Израилю. Но в то же время по дороге происходит очень много всяких вещей, которые все-таки триумфом назвать нельзя, которые все-таки больше похожи на поражение. И все зависит от того состояния, в котором Израиль находится. Это была шестая глава пророка Михея.